Так, для тех, кто смотрит в записи, запись пошла сейчас, мы смотрим WCA турнир в Китае, где 16 мега игроков со всего мира, из Европы, Азии, СНГ, в том числе, господи, сражаются за колоссальный призовый фонд в размере 108 тысяч долларов и в данный момент проходит групповая стадия. Наш замечательный соотечественник Хавк, он же Хошк, он же Ястреб, любитель посрубать по 100 баксов на онлайновых турнирах, эрудированный качок, как его еще называют многие, играет против сильнейшего на данный момент андеда, молодого китайского школьника, как говорят, 120. Такой вот у него никнейм, 120. Не знаю, в чем это, в миллиметрах или другая какая-то метрика, но вот такой вот у него оригинальный, безусловный, никнейм. Этот товарищ очень жесткий, говорят, там он, когда Фогич на китайском сервере тренировался, было что-то вроде 12-0. Но в любом случае мы будем болеть за Хавка. Хавк сказал, что его надо удивлять, играть, играть против него в каких-то танки, в классику экспанды, вышки, разводы. Это, а, это IQ, я понял. IQ, да, нормально. Ну, чуть выше среднего значения, вроде как. В килограммах нет, 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 он похожего на меня телосложение, худющий. До жути. Миша, у тебя точно такой же голос и даже те же слова, что ты говорил в водах игромании. Прям ностальгия. Я не делал воды для игромании никогда. Но, спасибо, что помнишь. Нет, Хавк будет первую игру играть не через Рифлов и Кастеров. Сразу Маутон Кинг палит... 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 Весь расклад. Чатику отдельный привет, я вижу, что у вас там 1147 человек. Ой, как я соскучился уже по болению за наших. Уже волнение пошло. Окей. Работаем. Просто работаем. Это вторая игра, говорят. Хавк ведет 1-0. Блин, мы пропустили первую игру. Ну, как бы... Это... Блин. Ладно, хорошо. Встречает Деку. Попытка окружить тремя юнитами вряд ли удастся. Это теоретически даже невозможно. Проверяли тремя юнитами, окружение не действует. Если рядом нет, конечно, какого-то препятствия, типа... Типа елки или... Какого-нибудь там... Ящика. О, хорош молоток второй, потому что он юзал поушин в восстановлении жизни и маны. Ну, Хавк будет ставить базу. Побежали менты уже, подтягивается сюда армия. И это будет эксп. Ну, как бы... Сымку это что-то сделаешь-то с одной базой. Естественно, экспант. Подходит ДК. У него на 3 кайла. На 3,5 даже. Хорош! Обдурил на 1 койл. Видели? Ушел. Ну, перестал атаковать. Молоток. Попытка окружить. Нет, ну тут, конечно, окружить сложновато. Но... Парам-парам-пам. Да. Но добил зато... Добил же? Да, добил. Добил Хавк. И голубого Огра. Так что все хорошо. Классно. Так, ставим базу. Там, естественно, Т2 уже наполовину, скорее всего, сделан. По технологиям, безусловно, Андейд будет обгонять. Но это дефолт. Ничего в этом такого экстраординарного нет. Финды. Пошли. Выманивает юнитов с зеленой точки. Сейчас 120. Хавк продает девайсы. Скорее всего, ботинки возьмет все-таки. Просветку взял. А у него на ботинки могло не хватить. Да, не хватило на ботинки. Ну, Хавк идет, типа, отвлекать противника. Зная, что тот должен крепиться. Ооо, давай хо-хо. Хо-хо-хо. Наверное, не стоило молоток кидать на этого Огра. Он не такой плотный. И... У противника есть Койл. Плюс у противника там еще дамаг влетал с нерубки, с финда. Не так просто. Там рулетка фактически получается. Так. Игры будут идти точно не один день. То ли три, то ли четыре дня, насколько я понимаю. Кажется, схема очень похожа на VCG-шну в этом плане. Ну, посмотрим. Я, если честно, не знаю точно, как будет проходить. Знаю, что групповая стадия. Знаю, что выходит Double Emination. Выходит вроде бы все, в зависимости от того, какое место в группе заняли. Но дальше, когда Double они распилят, я не уверен. По расписанию имеется в виду. Крепинг продолжается. Магазин, кажется, выстраивает Хавк в очень странном, конечно, месте. На виду, буквально. Ну, ладно. Любопытно, как первая игра прошла. Очень любопытно. Хавк уже в группе ведет. У него как минимум одна победа. Мне казалось, что даже у него две победы. То есть, ну, вообще фаворит сейчас в группе. Что приятно, конечно. Правда, у него в группе, кажется, эльфов нет. Ну, ничего страшного. Вроде, выходит только 8 человек, и тут написано. Понял. Окей. Появляется Лич. МК отхватывает Койл. Диверсия от футменов. Великолепное решение от Хавка. МК откидывается молотками по ДК. И футмены прибегают. Правда, здесь Т2. Это, конечно. Ну, хотя Зигурат можно отменить. Разбежаться можно по Акалитам. Это точно. Там с гулями завтыкал сейчас Андет. Идет в это время контроль. Нам не показывает МК. МК сражается с... Ой, там МК, МК. Баш, 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 баш. Ой, там бутылек большой. И что, футы отступают, что ли? Да, футы отступают. Такие медленные, блин, с эти... Да, вот здесь надо показывать. Отступает надо МК. С троллями вместе. Кажется, забегание не принесло. Да, и вышку отменяет сейчас. Грейд еще и си. 120. Прибегают менты. А что по мане? Еще на 2 койла практически хватит. Реген маны пошел. ДК третий. Тележка здесь. О-о-о. Надо Финда подрезать пытаться. Да, Финда бьет. Попытался закайлить. Почти получилось окружить. Еще одного Финда. Ну, там Койл. МК очень мало ХП. И он делает телепорт. Взял големчик своего фирменного. Коричневого. Вот сейчас один из самых тяжелых моментов. В принципе, я не знаю, как в такой ситуации вообще отбивался бы. Ну, я бы не отбился точно. Просто я не знаю, как в принципе отбиваться. Когда там тележка, Финды, два героя. А у тебя Футмен несчастный, пара троллей, добитый герой. Может попробовать Лича окружить. О-о-о, я окружил Лича. Да, там есть Койл. Даже второй Койл там есть. Футмены под дефенсом держат удар. Еще один Койл. А, телепорт. Да, это универсальное решение. Хочешь, чтобы армия противника свалила? Доведи героя до телепорта. Время это то, что очень нужно Хавку. Он еще тут парочку Гулей. Гуля, правда, перебивает регенерацию маны. ОМК нужно снова стартовать. Лич пустой. Лагерь наемников работает непрестанно. И тут как бы фактически улыновые пуши с Т2. Которые, кажется, уже Хавк обламывает. Ну, лимиты выровнялись. Новые юниты появились. Ну, то есть, Огр Солдат появился. Пытается сейчас Хавк выцелить. Правда, не понял, кого он хочет. Сразу двух финдов. Фокусит, одного окружил, другого. Ой, баш, еще один. Как прет-то, а? Минус еще один финд. Уже четвертая МК. Может, по ДК? Или полечу? Да, полечу. Да, но не окружить его. Ой, окружил! Так все, ливай. Ливай, ливай, друг. Нет, он не ливнет, конечно, но ситуация крайне плохая. Он окружает героя! Нет, нет, беги! Хавушка, нет! Блин, зачем я накаркал? Второй герой есть? Нет второго героя. Как ты МК-то отдал? Как? Да как? Да, надо выкупать в таверне. Ждет, когда будет бабло на этого. На МК, МК выходит. О, есть Бладмейдж. Фу, хорошо, сейчас Манку будет высасывать и заливать. Там пошел Грейт на следующий тир. Дрейн. Буквально секунду подействовал. Тележка почти битая. Выходит кто-то там из Апсов. Минус тролль Койлом. Заливается МА на МК. Сейчас будут еще... А, Лич уже вышел. Минус Финт. Не надо бежать. Все-таки, пацаны, не надо было бежать. Увлекся он преследованием. Зачем подблочил? Подставил Бладмейдж своего. Какая сумасшедшая игра вообще. Хавк уже дважды очень-очень-очень серьезно ошибся. Сейчас, ну, у него есть запас по баблу. Кастеры скоро будут. На самом деле, надо просто держаться потихонечку. Да, просто, просто держаться. Ну, в той ситуации, вот последней, просто не надо было лезть дальше. Вот, преследование этого не должно было быть. Учитывая битого МКу. И сейчас ему тоже лезть не надо. Я не знаю, что он делает, но такой хладнокровный. Койл. Там подблочите все, и опять минус МК. Вниз, к магазину, за бутыльками. МК нужно там оббежать. Подлечиться. Залить ману в МК. Ментов убрать. Сделать пару брейкеров. Пару престов. Какой ты вообще... Такой Аркадий этот, Хавк ваш. Просто Аркадий. Ну, держится вроде. Молодец. Молоточек можно закинуть. Да, МК только сейчас от магазина отошел. Вот сейчас тоже не надо лезть. Вот не нужно лезть. Он лезет. Блин, под новую может подлезть. Просто заменять, соответственно, футменов. Там брейкеров, добавлять престов. Да, вот брейкеры, хорошо. Там, преста одного сделать, чтобы хилл шел. Преста не сделал. И все нормально. Там с одной базы. Герои неплохие. Правда, сейчас пятый ДК, но он столько раз уже этого ДК кормил. Брейкер пришел сзади. А леща, кстати, можно и молоточком дябнуть. Молоток в ДК, менты сзади. Видимо, Хавк не хочет давать крепиться. Как бы. Там есть инвул, там есть большой. Бутылек маны инвулом ловит. Второй молоток. Великолепный, конечно, контроль. От 120. Дрейн, отлично. Хочется и леча подбить. Ну, там бутылек маны, сейчас коил просто в леча. И по ДК пострелять. Ментов теряет. Дестройер появился. What? Интересно, зачем здесь Дестройер? Минус финт. А есть ли ТП? Там рейнджерка уже с Салом. Нет, Хавк здесь очень плохо. Сражается. Теряет еще Огры-солдата. Любопытно реально, зачем Дестройер. Банишь снимать, что ли? А, табуретка битая была. Просто засеял. Пользователь Сатра активировал премиум на ваш канал. Как громко-то, а. Сатра, спасибо, конечно, за активацию. Прямо потише попробую сделать в следующий раз. Пошел Грейт на Т3. Типа Став и Кони, и Паладин, наверное, какой-нибудь. Но тяжело, тяжело. Сейчас, во-первых, Бладмейдж вынужден пить. В ДК кидают, Брякеры фокусят. Брекеров достаточно много. Заливает ману в МК. Там есть инвул. Сайланс. Инвул. Е-е-е, хорош, поймал сам инвулом. И минус один финт, минус второй финт. Хорошо. Вот это было хорошо, красиво. Показал, что тоже ожидает костов. Готов к ним. И снова Дестры. Эй. Прошу, не лагай. Ай. Дестройеры отлично убивают магическую вышку. Ну, и не только магическую. Больно, 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 очень больно. В Лича. В Лича. Лич. Есть, Лич минус. Они такие, ой, такие расстроились китайские комментаторы. Типа, ай, ё. Дестройеров некем убивать. С другой стороны, он выкупил Деку. Да, у него 50 лимитов и денег с запасом было. Минус рейнджерка. Где хил? Нужны стаффы. Может быть, даже приз. Ну, брейкеры тоже зря здесь бегают. Надо до магазина, наверное, добежать до верхнего. Да, телепортируется к магазу. Сразу бутылек. Сразу бутылек нужно выпивать. Бутылек, выпивать! Бутылек! Бутылек! Нет! Что, там бутылеки закончили, что ли, уже в магазе? Вполне возможно, кстати. Это провал. Это, это очень плохо. Дестройеры сейчас там на мейне рабочих убивают, потому что там тупо неким Лич 4, ДК 5. Да. Попытка быстро сделать вертолеты, потому что, видите, как хаос творится. Это просто хаос. Т3 только-только-только-только-только-только-только доделась. Пытается отвлечь. Всего одна вышка здесь стоит. Грейт. Патриотическая хумановская музыка. Дрейн. Ну, сложно. Ему нужно и там отбиваться, и тут отбиваться. Восстанавливать МКУ. Делать соответствующие темы в таверне МКУ. Слушай, а сколько, сколько маны? Прокликайте, пожалуйста. Молоток. Минус финт. Умрет тот. Магазин нужно восстанавливать. Ну, а как ты восстановишь магазин? Если слева Дестройера, а справа этот. Есть на новую маны у Лича. А уже, кстати, нет. Уже нету. Нет, есть еще шансы. Это надо контролить. Тут контролить вообще как бес. Паладин выходит. Паладин выходит. Еще. Отличный, отличный Дрейн. У Деки на три Койла. Надо либо ДК просто мочить, потому что Лича тут ты не это самое, не выиграешь. Не убьешь. Ну, либо Дрейн по Деке. То есть, молоток Дрейн по Деке. Минус финт. Дрейн у Лича высасывается мана. Рейнджика приходит. Да, ну а что? Все, уже кидается на ДК Хавк. Может, не кидается. Дрейн маны на ДК. Минус брейкер. МК пустой. Магазина нет. Хила нет. Ничего нет. Минус МК. Это ГГ. Это 1-1, пацаны. Это 1-1. ГГ. Что-то я приуныл. С детства до 120. Кто-то в чатики пишет. С игры комментируют тебя не пускают. Можешь сказать, что ты чемпион в ФФА. Отлично. Там, ну, во-первых, стоит сказать, что организаторы нас приглашали на ивент. Сказали, что все нормально, все оплатят. Но за 2 дня до мероприятия сказали, что не получается что-то у них там сделать. Поэтому мы не поехали. Но в игру зайти сложно не только дистанционно, но даже тем, кто на месте проведения находится. То есть, например, товарищи англоязычные, которые делают сейчас трансляцию на Зубу где-то, они туда поехали и пропустили где-то первые 3-4 часа трансляции игры. Точно просто потому, что там какие-то разные сетки, подсетки. В общем, все тяжело. Какой счет? Счет 1-1. Мы, к сожалению, первую игру, она не показывалась. Вот. Поэтому мы ее пропустили тоже. Сейчас будем смотреть третью решающую. Это Twisted Meadows карта. Очень-очень опасная карта. Эксп ставит значительно сложнее, чем на прошлой. И... Ну, я не знаю, как здесь будет Хавк играть. То есть, я не знаю, во-первых, как он первый играл игру. То есть, через рифло пуш, как хотел с кастерами, или все-таки играл в макро. Через экспанд и далее. У нас, по сути, только опыт прошлой игры есть. Там не было проблем с контролем... Ой, в смысле, там не было проблем со стратегией. Там были проблемы как раз ситуативные с контролем. То есть, отдача Маутен Кинга, это двойная такая. Это очень сильно повлияло. Хотя и 120, не сказать, что он там мега контролит. Не так, как Хэппи в свое время. Прямо скажем. Но красивую игру тоже показывает. То есть, вот, ожидание молотка, инвул под молоток. Это круто. Да-да-да. Исатова, согласен, два раза МКУ подарил просто. Ну, не то, чтобы совсем просто подарил, но мог в той ситуации не отдавать, конечно. Мог. Пошел пауэрбилд. Будем крепиться с Архмагом. Респ не самый плохой. Потому что, если Хавк решит ставить базу, он ее решит ставить по часовой стрелке. Соответственно. И она будет достаточно серьезно удалена от Андеда. Было бы значительно хуже, если бы Хавк зареслался, скажем, на 8 часах. Ну и аналогичная ситуация, аналогичная текущая. Если бы он был на противоположных. Хотя до мэйна бежать быстрее. Но тут главное, скорее всего, не столько мэйн, сколько... Хотя нет, если сверхмакер, то лучше, конечно, противоположные респы. Чтобы было проще разводить с танками. Да. Ну, будем надеяться на хорошие девайсы с мастерской гоблинов для начала. Там Архмаг. Там кроме Архмага ничего не может быть, учитывая пауэрбилд. Какой смысл делать героя, который не в состоянии так эффективно крепиться, закрепить первую точку. Магическая вышка. Хорошая застройка. Зрители, кстати, китайские, видно, что тоже играют в Варкрафт. Есть вот эти вот рефлекторные перекликивания строений на хорошей скорости. Иногда встречаются. Это выдает человека, который катал. Чем-то похоже на невроз какой-то. Ну, хороший невроз. Потому что рефлексы, приобретенные в Варкрафте, они жить не мешают. Вызывает второго элема. Криппинг идет весьма ровно, учитывая то, что ни один из элементарий не попал в сетку. А, это Тед стримит. А, точно, да. Sorry. Точно, это же трансляция Теда. Ругаются они периодически на китайском. Ну, в смысле, на китайском не ругаются, на русском звучит. Конечно, иногда ловишь ухом какие-то... Какие-то обрывки фраз, слов. Ой, Койл будет в раба. Хотя Хавк пытается... Ну, этого он не уберет. Ай-яй-яй-яй-яй. Достал-таки, достал. Ну, Хавк грамотно уводил рабочих в самый дальний верхний угол. Но одного не довел. Архмагу не выпал. Томов Экспиренс. Девайс Армор. Конечно, с Убимаской или там плюс 6 на Инту было бы полезней, но... Нормально. Ну, плохо, конечно, но сойдет. 120 ждет экспанда. По крайней мере, Акалит у него там на патруле ходит между мастерской и экспандом. Пара скелета пошла. Главное, когда Хавк пойдет нычку ставить... Он же пойдет нычку ставить. Или с рифлами будет пушить. Продает все девайсы, покупает, видимо, ботинки. Вроде побежал, да. Побежал, тут же был спален Акалитом. У Деки опыта очень мало, но есть возможность скинуть 3 Койла. Акалит еще подблочивает. Да, это будет очень опасный криппинг, ребят. Очень опасный криппинг. Тут тебе и ДК, и скелеты. Добивает одного Огра. Архмак получает серьезное количество урона. И Хавк отступает. Не докрепливая эту точку. Паук притащил жезл Некромантии дополнительный, чтобы скелета было еще больше. Ну, Хавк вроде перегруппировался. Да, у него бит АМ. Он отправляет ментов и элемов добивать Голубого Огра. И Гули пошли на мейн. Ну, хотя тут, если б ментов поконтролить с магической вышки, тем более, можно попробовать отбиться. Хотя это отвлекает, конечно же. Хавк не видит просто этого. Сейчас ДК второй получит, благодаря этим Гулям. Очень много таких приятных мелочей, которые 120 делает. Как хорошо тут Хавк расконтролил. И там рабочих не отдал еще. Ну, то есть, да, Гули уходят. Видели, как отконтролил сейчас Хавк скелетов? То есть, он скелетов подфокусил, рабочего через шахту спас. Сейчас был бы ДК с Регеном, и была бы совсем другая история. До конца просто играет, до конца. Сейчас будет Койл, надо же Финда спасать. И второй Лавел таки получает. Пришел Финдом и этого рабочего добил. Я, говорит, тебя запомнил. Я вернусь, точнее, мой друг вернется. И опыт мне принесет. Нужен лес, ты два, у Хавка нет. Башня Криво стоит. Прибегает ДК с палкой скелетов. Ой, Хавк сейчас там рабочих всех потеряет. Да, очень хороший Андет. Так с грустью я на это все смотрю. Ну, Архмаг, с другой стороны, у Хавка там пыщ-пыщ. Ой, кружин! Такой ты наглый. Он, причем, еще остался на некоторое время. Лечь выходит. Это рабочий точно умрет. Такой он наглый. Это ДК. Дерзкий. Ничего не боится. Настолько он отложил появление базы. Да, и Архмага тут блочить успевает. Очень хороший контроль у него. ТП делает. Архмаг. Все еще пытается построить базу. Магазина нет. И, похоже... Ну, а как тут отбиваться? До второго героя очень долго ждать. Преимущества по ресурсам нет. Единственное преимущество это по уровню героя. Который, кстати, непонятно, как жить будет в ближайшую минуту. То есть, ну, он будет несчастлив. Скорее всего. Правда, такие вот мелочи. Типа подошел, подставился под магическую вышку. Говорят о том, что... У 120 тоже не все прям так четко, как... Так ты рискуешь вообще. Ну, у Лича нет новый. Он на самом деле не сильно рисковал. Он рисковал только койл получить. Да, получить на хвост себе деку со вторым кайлом. Но даже этого не хватило бы, учитывая количество хп. Чтобы... Оооо... Что, внутрь дроп? хорош а это не я не знаю как контрить вообще просто никак как-то так он тридц ментами только а добывать кем надо внутрь вызывать элементаля футменов проводим что они худющие да тяжело тут убить дирижабли практически нечем то есть архмак и элементаль только стреляют правда если дирижабли так будет летать под элемом это 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 очень сильно хавку поможет нужен второй герой бегать за за финдом элементаль пробует о хорошо еще один выстрел грейт на т3 только только пошел сбить сбить два юнита элементали можно было стрелять по крайней мере раз раз все ну дирижабли минус сзади подходит шреддер хавкин и откатился еще дирижабли я думаю надо брать нужно брать нужно ждать второго героя тут каким-то ой шедра сэйви 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 джиш блин что что и дирижабли то да прилетел на слопочный очень т2 готов мк на 40 процентов леса вообще что-то нет он взял шедра чтобы подобывать лес пошел воевать и умер в результате и не повоевал и лес не добыл как отбиваться непонятно строить футменов это уже не актуально level 3 у дыки тележки битые весьма да и магическая вышка отстреливается в теории если появится когда появится мк можно 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 с тремя молотками врываться сейчас ворваться можно молоток на там койл будет окружил вы же подпать да под подвел дефенс отлично окружил леча ну лечи не лечит и все равно подставить 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 тп отлично фух есть немножко времени у нас тогда о финда еще убил финт причем убился от отражения выстрела щита насколько я увидел то есть он он стрелял и умер хотя ему никто ничего не просто ловко щитом были отбиты эти паучки назад классно такой редко бывает очень но естественно 120 должен идти вперед без каких-либо задержек хавк пытается построить арканку забыл про дирижабль встречает сейчас там арба уже ё-моё уже арба уже т3 может вообще в размен пойти я на main просто к нему и все гульки побежали на экспант есть три вышки тут нормально на хавк так и хочет он не хочет воевать перенацеливать вышку конечно надо было до перенацеливать на налича гули вижу бегут на эксп две штучки хавк уже находится на мэне у противника рабочие пытаются выиграть время тут минус зигурат один довольно быстро выщелкивают для андеды это критично магическая вышка не справляется нужно заказывать рабов тут тоже вышки не справляются хотя одного финда убил все-таки застрелял вышкой околиты начинают терпеть нет шанс то есть 364 золото у андеда молоточки вокалитов минус зигураты да и просто берет и эвакуируется хавк это непосредственность я понимаю давали мы в другом месте пост а телепорт телепорт ой зачем вверх могу плохо но есть дирижабль имки тоже очень плохо но имки уже все ему хорошо он в лучшем из миров хавк пытается отбиться и тут гуля просто герой две гульки вырезали всю деревню видимо к на них нет есть уже дестройер элементале особо не помогает футмены с дефенсом тоже от магического урона разваливаются будь здоров и судя по всему два дестройера окружает он лича но там там менты там нового вторая это забей это не то мк выходит мало точек мало точек мало точек последний там если кайлов нет есть там кайл забей тогда ну ничего мы все равно из группы выходим правда к сожалению на втором месте четвертый лич где пишет хавк две такие грустные игры грустные грустные ну ладно все равно все равно посмотрели без лага в хорошем качестве все хорошо хорош это чертяка конечно не зря говорили что один из главных фаворитов на победу завтра за выход будет играть а еще fly катнуть и продолжение с повести о хавке будет завтра как говорят ладно запись любом случае да надо с флаем играть тащить понял не факт что еще выходит пока я мой обниму сделая буду я это он это работа nego